В новый сезон без аварий. В правительстве региона обсудили подготовку к отопительному периоду. До холодов остается месяц. За это время муниципальным образованием необходимо завершить все ремонтные работы и получить паспорта готовности. Зампред правительства Максим Громов предупредил сразу. Никакие отговорки не принимаются. Говорить о том, что мы не успеваем подготовиться, не можем какие-то выполнить обстоятельства в силу того, что нам мешает несбалансированность бюджета, недоперечисленные субсидии и так далее, ответственности с нас за это не снимает. Значит, надо договариваться, значит, надо находить выход для того, чтобы вопрос этот решить. Сейчас в регионе выявлено 1173 нарушения обязательных требований Ростехнадзора. Не составлены графики отопления, не пройдены испытания, нет проверок после ремонта, не подготовлен персонал. Наличие данных нарушений по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей является основанием для принятия решения о неготовности к отопительному периоду муниципальных образований Ивановского, Шуйского, Пучевского, Консомольского, Лежневского, Родниковского, Кенишемского, Пальшевского, Южского, Савинского районов. Отдельный вопрос касается задолженности и затопливно-энергетические ресурсы. В одних районах долги гасят быстро, в основном там находятся крупные предприятия. Сложнее дело обстоит там, где затопление не платят сами жители. По задолженности, ну, задолженность немножко мы снизили в настоящий момент, она составляет 16600. В основном вся задолженность по каменному углю. Так, население 3100. Ну, я видел какую-то справочку. Бюджет до 1 октября местный полностью, там 700 тысяч погасили. Еще одна важная проблема – запас топлива. Во всех муниципалитетах уголь и мазут должен присутствовать в таком объеме, чтобы хватило на 15 суток. Но не все еще смогли закупиться, а кому-то заказанное топливо все еще просто не доставили. О количестве ресурсов – ежедневный отчет. Ежедневно вы собираете информацию по наличию достаточного топлива, на сколько суток его хватает, каким образом обеспечивается доставка в тех районах, где работаете со складов, по сути. Значит, и как это было в прошлый отопительный сезон, каждое утро мне департамент докладывает. Значит, я каждое утро должен владеть свежей информацией, что у нас происходит с топливом в том или ином районе. С 15 сентября начнутся обязательные проверки муниципальных образований на предмет готовности к отопительному сезону. Она должна быть стопроцентной. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Коррекционная школа – это областная.